Здравствуйте! В этом видео мы разберем, что будет, если дать сотруднику полиции леща. А вот так сейчас у нас разговаривает с зеленоградскими ментами. Здравствуйте, мужчина! Можно с вами селфи сделать? С вами, наверное, мужчина. Ой, так, электрический, я убегу! За применение насилия в отношении полицейского в России предусмотрена только уголовная ответственность. В случае, если кто-то просто отвесит леща полицейскому, находящемуся при исполнении им своих должностных полномочий, то за это ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия не опасно для жизни или здоровья полицейского». Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы. При этом в категорию «Применение насилия» попадает не только удар, но и бросание предметов, толчки, боевые приемы и другое. В случае, если какое-либо лицо причиняет полицейскому повреждение, опасность для жизни или здоровья, то такие действия квалифицируются по части 2 вышеуказанной статьи. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Как отличить, какое насилие является опасным, а какое не опасным? Вот как, например, квалифицировать следующий удар. Для того, чтобы понять, как будут квалифицированы те или иные действия в отношении полицейских, надо посмотреть в постановление Пленума Верховного Суда номер 29. В данном документе содержится следующее разъяснение. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли, либо с ограничением его свободы, например, связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и тому подобное. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло к причинению тяжкого или средней тяжести вреда для здоровья потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровья, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Вне зависимости от причин, по которым для здоровья человека наступил вред, например, избиение, отравление, несчастный случай, производственные травмы и тому подобное, степень его тяжести определяется с учетом медицинских критериев, утвержденным приказом Минздрава номер 194Н. Например, к средней тяжести вреда для здоровья относятся следующие травмы. Закрытые несложные переломы костей без смещения, например, носа, челюстью, скуловой кости, рёбер. Второе – трещины рёбер. Третье – вывихи. Закрытые черепно-мозговые травмы без серьёзных последствий, травмы, вследствие которых произошло сужение поля зрения, снижение его остроты, понижение слуха или глухота на одно ухо. Также относятся потери от четырёх и более зубов, потери одного пальца или его части и различные раны мягких тканей, ну и многие-многие другие травмы. То есть, если вы отвесили сотрудника полиции леща, и ему было просто больно и ужасно обидно, то вас могут посадить на срок до пяти лет. А если ему было не просто больно, а в результате удара сотрудник полиции стал хуже слышать на одно ухо или у него выпало аж четыре зуба, то вам может грозить до десяти лет лишения свободы. Кстати, уголовная ответственность по статье 318 УК РФ наступает также просто за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите комментарий, что вам не понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok